Вкладчикам вернули только часть денег, ту, которая была официально застрахована. В один момент испарились сбережения больше 30 тысяч россиян. Люди потеряли миллиарды рублей. К борьбе вкладчиков подключился депутат Госдумы Валерий Гартунг и партия «Справедливая Россия». Сергей Михайлович Миронов написал президенту письмо в конце прошлого года, где он попросил президента дать поручение ЦБ и соответствующим силовым структурам, чтобы они обеспечили условия для заключения мирового соглашения между бывшим собственником банка и пострадавшими вкладчиками. За права обманутых вкладчиков депутат Валерий Гартунг боролся на заседание в Госдуме, провел сотни встреч разного уровня. В результате в начале 2021 года появилась реальная надежда на то, что потерянные вклады все-таки будут возвращены. Благодаря поддержке Валерия Карловича, он, можно сказать, единственный из политических деятелей, который отозвался на нашу просьбу, он нам начал помогать. На нашу проблему обратили внимание в российской власти. В итоге проблема, которая казалась нерешаемой, сдвинулась с мертвой точки. Соглашение между владельцами банка и вкладчиками достигнуто. Уже разработан график погашения долгов. Начались выплаты. В течение двух лет с момента отзыва лицензии вкладчики получили около 3% за два года. За последние два месяца некоторые из них получили уже 20, 30, 40%. Некоторые уже 100% получили. Следующая задача – помочь вкладчикам других банков. Парламентарий предлагает решать проблему системно. Например, выделять средства агентству по страхованию вкладов и позволить ему участвовать в продаже активов банков-банкротов. Так можно вернуть деньги вкладчиков и избежать потерь госбюджета. Иван Абросимов, 31 канал.